Сахарный диабет Специальные классы действуют практически во всех медицинских учреждениях региона. В Ульяновской областной клинической больнице каждый месяц такие курсы проходят порядка 35 пациентов, которые пребывают на стационарном лечении. Пациенты собираются с определенной эндокринологической проблемой, со схожими заболеваниями, с диабетом определенного типа. И им проводится обучение, рассказывается о том, что необходимо кушать, как правильно питаться, как везде физическая активность и вообще как изменить образ жизни при наличии диабета. Крайне важна школа для диабетиков, которые переходят со второго типа на первый, то есть когда прекращают принимать таблетки и начинают вводить инсулин. Такой пациенткой оказалась Ольга Хромкова. Две недели назад ее перевели на инсулин. Женщина болеет сахарным диабетом последние 7 лет. Для Ольги Николаевны это первое занятие в школе. Вообще я довольна этой школой, конечно, это многому учат, но ошибки еще, которые есть, которые я неправильно могу ответить. Вот стараюсь все придерживаться, что нас чему учат. Вот на этом, на сегодняшний день я уже как бы обучилась и меня выписывают сегодня домой. Информацию о том, как важно соблюдать нормальные показатели уровня глюкозы в крови, жители могут получить не только в больницах, но и в торговых центрах. До конца недели в ТРЦ Альянс на улице Рябиковой 70Б работает площадка Центра здоровья поликлиники номер 3 Детской городской клинической больницы. Каждый желающий может сдать кровь на сахар, измерить давление, вес и получить индивидуальную консультацию. Эта акция называется «Проверь сахар крови». Я проверил, и ты проверил. Но мы начали немножко раньше, с 13-го числа, вообще 14-го числа у нас Всемирный день борьбы с диабетом. В этот торговый центр мы выходим регулярно. Нас уже знают. Но вот несмотря на то, что мы работаем 30 минут, мы приняли уже около 20 человек. Только что взяли кровь, и анализ уже готов. Буквально 2 секунды на определение уровня сахара в крови. Ваш сахар 4,6. Это показатель нормы. Но были и те, чей уровень сахара достигал верхнего показателя – отметки в 5,9. Для дальнейшего обследования специалисты центра отправляют участников акции в поликлинику по месту жительства. Рината Алиулова, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.